добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра сан гейтс начинает свою программу сегодня четверг 17 ноября в чикаго 11 утра на западном побережье в калифорнии 9 часов утра и как мне уже сказали довольно прохладно а вот у нас в чикаго довольно тепло но еще теплее в индии об этом и нам расскажет хозяйка женской гостиной программа которая сейчас звучит у нас в эфире как всегда по четвергам в это время и представить свою гостью настя пожалуйста добрый день миша спасибо большое да у нас сегодня действительно что-то похолодало прямо чувствуется влияние зимы но мы продолжаем наши знойные эфиры из индии с тамилой розматовой которая нас радует рассказами о панчхикарме и сегодня мы узнаем как проходит ее процедура я надеюсь вы слушали наши предыдущие программы мы прошлые два четверга говорили о том как правильно выбрать аэрведическую клинику что же такое панчхикарма и сегодня мы продолжим наши беседы о том как проходит панчхикарма как не подготавливаются какие процедуры и как себя поддерживать после прохождения панчхикармы тамила сертифицированный специалист по эрведической медицине очень такая у нас гости именитая и много имеет регалий много училась вот но я знаю я сама как человек который занимается аэрведой могу сказать что аэрведе можно учиться всю жизнь поэтому в общем мы сегодня сегодня поговорим про панчхикармы извините видимо замерзла я сегодня в нашем сан-франциско что-то я мысли теряю тамила привет как у вас там в индии тепло здравствуйте да у нас здесь тепло погода еще пока не жаркая потому что лето у нас только впереди начнется где-то в конце декабря в январе где-то будет жарко сейчас у нас тепло почти около тридцати вот так что можно сказать что тоже зима комфортно хорошо спасибо вам за такое представление я очень рада быть гостей вашей замечательной радиостанции и я рада что ваши вы даете своим слушателям возможность больше узнать о здоровом образе жизни с помощью аэрведы у нас прекрасно просто я смотрю панчхикарма просто работает потому что дорогие друзья у меня есть возможность сейчас видеть тамилу да кто кто захочет потом увидит нас на ютубе когда мы выложим нашу программу в архив а сейчас только я имею эту счастливую возможность могу сказать что тамила просто расцветает вот на глазах 3 нас 3 передачи и вот видны уже изменения как она проходит панчхикарма спасибо большое очень приятно это слышать потому что я себя со стороны не вижу стараясь даже не смотреть будет больше сюрприза в конце панчхикарма проходит в общем то безболезненно наверное это зависит от уровня от состояния здоровья от того образ жизни который ведет человек но поскольку я прохожу панчхикарма не в первый раз то у меня уже но результаты есть по предыдущим практикам когда человек приезжает в первый раз многие вещи ему даются с трудом потому что ему приходится впервые вычищать токсины иногда это сопровождается неприятными ощущениями головными болями головокружением обострением каких-то заболеваний тошнотой но бывает просто просто некомфортно но это временно это проходит потом наступает период когда тело очень хорошо дышится и человек все очень хорошо чувствует но в моем случае уже наверное сложные ощущения все позади я в основном наслаждаюсь процедурами у меня прошел один этап чистки который мы называем величины это очищение с помощью слабительного где очищается тонкий кишечник и прежде всего все то что связано с питодошей Касторку пили? Касторку нет Касторку назначают далеко не всем по конституции подбирают Касторку назначают в конституции вата для вата очень хорошо все масляные процедуры а поскольку у меня здесь больше капхи то мне масло поменьше поэтому мне порошки назначили я с помощью порошковых средств делала веречину вот после веречины меня сейчас тут же с места карьер начали готовить к следующему этапу чистки хотя я здесь надолго больше месяца но тем не менее график очень плотный сейчас меня готовят к очищению ваты с помощью клизм это называется басти процедуры после того как меня еще помаслят как следует потом будет серия из различных клизм вот параллельно у меня запланировано то есть у меня ничего не закончилось промасливание я хочу пояснить нашим радиослушателям называется снехапана снехана еще есть такое понятие когда мы наш организм для чего промасливание проводится для того чтобы даже вплоть на клеточном уровне придать нашим клеткам подвижность чтобы везде масло проникло чтобы у нас не было никаких стагнаций я правильно говорю да, совершенно верно то есть мы промасливаемся изнутри, снаружи к каждому этапу мы промасливаемся вот сейчас закончился этап веречины теперь мы промасливаемся к следующему этапу параллельно существует еще чистка из панчикарма это насия я о ней в прошлый раз рассказывала это чистка носа через нос вернее очистка всех пазух которые находятся в голове в области шеи ну и соответственно всех заболеваний связанных с головой и шеей вот есть помимо этого еще у меня запланированная очистка она не входит в панчикарм он дополнительно это тарпана тарпана это процедура очищения глаз и восстановления зрения как правило люди которые носили очки они либо их на несколько пунктов ну меняют на более слабые либо вообще отказываются от очков это достаточно сложная для организма процедура с помощью масел теплых делаются ну баночки на глаза мне это только предстоит а почему эта процедура не входит в стандартный ну как бы мы уже мы уже договорились да что нету стандартного конечно пакета панчикарма но тем не менее почему она не входит в панчикарму вы сказали у нас есть просто пять основных действий да которые заключаются прежде всего в очищении вот этих трех дождь выведения их избытков и ну дополнительные тарпан это скажем такая более локальная более локальное очищение одного из функционалов питы зрение у нас отвечает пита питу мы чистим в основном с помощью веречина но так еще дополнительно делаем усилия на глаза ну она не всем естественно выполняется потому что у многих людей нет проблем со зрением многих есть противопоказания к такой процедуре ну вот в самом начале если у нас такие происходят процессы уже возрастные да когда идут дегенеративные изменения в зрении связанные с возрастом да но это в принципе известный факт практически у большинства людей происходят какие-то изменения в зрении рекомендована ли тарпана в этом случае именно когда ну после достижения определенного возраста там нет возрастных ограничений у нее есть ограничения по заболеваниям катаракта глаукома еще какие-то заболевания вот при них это не делается потому что нам нужно открывать глаза в масле то есть по сути дела под маслом вот и не всегда состояние глаза позволяет это сделать а в общем то если ничего подобного нет а просто возрастное ухудшение зрения то тарпана очень даже поможет я наверное сразу скажу что даже не делая тарпану даже дома в обычных условиях мы можем существенно себе помочь со зрением ну предотвратить ухудшение его и подлечить если оно уже начинает падать в процедурах диночария то есть распорядка дня на каждый день есть такая процедура как закапывание масла в глаза есть специальное масло которое закапывается в глаза каждый день так же как мы чистим зубы точно так же мы закапываем масло себе в глаза чуть подробнее я если останется время скажу еще об этом так остановились мы на басте да еще у меня есть удивительное такое вот замечание по поводу того к чему ну то есть это нельзя сказать что это прям вот в прямом смысле да клизмы это все-таки специализированные очищающие процедуры потому что они могут быть абсолютно содержать разного разные составы да то есть там может быть и травы какие-то и какие-то настои и даже масляные бывают клизмы и я вот хотела сказать к чему приводит вот эта процедура потому что это на самом деле поразительно то есть например проходят головные боли а потом бигрени и бессонница а естественно убираются все расстройства вата доши тоже с помощью это еще лечат лицевой паралич я знаю сухость носа полость рота и горла увеличивает силу зрения улучшает память и умственные способности и чувствительность тела нашего да то есть когда мы более отзывчивы становимся то есть вот к чему например то есть это вообще удивительный конечно способ потому что я знаю что сейчас очень часто бытует мнение что вот клизма это так все вредно вот тем не менее пожалуйста что что нам говорит аэруэда да что это на самом деле совершенно совершенно не так да еще очень важный момент особенно для женщин вот такая клизма разглаживает морщины на лице это еще и косметическая процедура в конечном итоге представьте да это конечно очень смешно да делает в одно место а работает на лице да абсолютно это очень здорово у вас сейчас еще басти предстоят или вы сейчас как раз на этапе басти еще предстоят в скором времени начнутся сейчас у меня наверное мой самый любимый этап в любой панчикарме это подготовка когда меня промасливают но не массажем а просто поливают тело горячим маслом мягко поглаживают кожу и вот 45 минут на меня просто льют горячее масло безостановочно на все тело по всему телу да то есть по всей поверхности тела это вообще я даже про такое я такое даже не пробовала это наверное что-то удивительное это что-то это видимо процедуры серии пичили да пизжичил да совершенно верно пичил да да у нас просто может быть разночтение потому что я как бы на английские некоторые источники опираюсь иногда бывает вот это вот немножко по-разному то есть это но это не шеродера да нет нет шеродера это на голову на лоб это на все тело два обычно человека держат в кувшинчике кто-то подогревает кто-то еще собирает масло и вот это теплое масло эти два человека просто равномерно по рукам по телу по ногам проливают в течение вот почти часа очень хорошо тело промасливается все блоки все зажимы в теле которые есть они все уходят растворяются вот ну и конечно потому что масло горячее мы еще и прогреваемся очень хорошо и пропотеваем то есть это еще одновременно и процедура сведана которая прогревает и дает пот с которым выходят токсины а после этого делаются басти клизм совершенно верно Анастасия если вы говорите это совсем не те клизмы которые мы привыкли мы привыкли что клизмы промывают выводят микрофлору ну и много побочных эффектов и они чаще всего с большим количеством делаются много воды там 1 литр 2 литра здесь немножко не так клизма больше питает скорее я бы сказала здесь есть и масляные клизмы они небольшое количество там 70 100 120 миллилитров ну 150 я думаю максимум это специальное масло которое вводится в кишечник и балансирует ватодушу если кишечник сухой если у человека склонность к запорам то оно очень хорошо увлажняет внутреннюю слизистую кишки и ну улучшает перистальтику даже дома в домашних условиях микродозами по 20 миллилитров мы можем существенно себе помочь делая вот такие ну тоже об этом немножко попозже расскажем вот а второй вид клизм мы помаслили сначала себя снаружи изнутри вот этими клизмами процедурами а потом делают вторая клизма она со специальными травками доза не больше 500 грамм ну пол литра вливается тут же сразу практически происходит очищение кишечника и вата становится на свое место после такой процедуры немножко маслом еще помажут и горячий душ чтобы успокоить весь организм такая достаточно спокойная процедура я бы сказала быстро все заканчивается согласно чарка самхите одному из физических шастер которые являются учебниками в пауэрведе в некотором смысле пособием пауэрведе утверждается что терапия пасти она является рассаянной она замедляет процесс старения усиливает сопротивление болезням увеличивает продолжительность жизни улучшает активность мозга делает приятным голосом нормализует цвет лица вот поэтому власти полезен молодым зрелым и пожилым абсолютно всем да поэтому это действительно невероятная хорошая процедура да ну конечно лучше не заниматься самолечением а все-таки получить хотя бы консультацию специалиста пауэрведе прежде чем самому назначать себе эту процедуру и еще я хотела вас спросить про абьянгу это достаточно сейчас распространенная процедура да в быту потому что многие об этом слышали сейчас очень много интернет просто взрывается от информации о масляном массаже известном аэрведическом таком методе лечения профилактики да то что абьянга означает в переводе с санскрита то что делает гладким все части тела с помощью масла да и вот как у вас абьянга проходит или нет и как получается я знаю что вы даже специализируетесь на абьянге да ну абьянга абьянга одна из самых распространенных процедур и всегда она есть в аэрведическом лечении в любой панчакарме она есть для любого пациента ее обычно назначают но если в моем случае когда много капхи то мне назначают абьянгу может быть одну в начале одну в конце ну максимум две абьянги три за весь мой курс а тем у кого нет такого количества капхи делают по семь по пять по семь процедур вот есть конечно противопоказания как и у любой другой процедуры есть и к абьянге противопоказания мы немножко о них говорили это прежде всего любые любые обострения любых заболеваний абьянга не делается простудные заболевания потому что это и есть капхов слизь которая в нас скапливается усугублять ее еще маслом не нужно когда человек страдает сахарным диабетом абьянга не делается потому что в этом случае недостаточно агнии чтобы переварить то же масло его нужно усвоить даже если оно только снаружи на кожу наносится оно же проникает вовнутрь лекарственные вещества проникают вовнутрь нужен хороший агнии чтобы это усвоить вот также не делается абьянга при серьезных дегенеративных изменениях суставов такие как артрит ревматоидный артрит можно делать ревматоидно но там только одно масло ну максимум два вида масла которые подходят все остальные могут вызвать усугубление и острые воспаления вот так что это индивидуальный процесс я вас полностью поддерживаю в том плане что не нужно заниматься самолечением и самоназначением даже если мы решим что мы хотим вот ту или иную себе процедуру попробовать сделать очень важно правильно подобрать состав который мы будем это делать да здесь хочется сказать сразу наверное еще и такой процедуре которая набирает огромную популярность как ширадара да вы уже о ней как-то упоминали ширадар это общее название процедур когда проливается масло на лоб но вот это масло оно может быть в общем-то и не маслом вместо масла может быть просто травяной раствор это может быть молочная сыворотка с травами это может быть молоко с травами это ну в общем-то самые разные дары бывают не только ширадары вот там с другими с другими корнями вот и здесь очень важно правильно себе подобрать процедуру и опять же правильность если масло то какое по конституции в этом наверное проблема многих и курортов июрведических которые меньше обращают внимание на индивидуальную специфику пациента что они делают всем подряд одно и то же кому-то это хорошо кому-то не очень после такой ширадары может голова разболеться очень сильно ну и наверное то есть еще какие-то есть противопоказания да которые в принципе тоже нужно учитывать и все таки ну на мой взгляд это не самая такая безопасная процедура потому что если мы говорим о тонком воздействии да то надо отметить что ширадара вот эта вот теплая жидкость теплая субстанция она проливается на так называемую точку третьего глаза то есть вот если люди которые чакрами занимаются тут тоже хорошо знают эту чакру вот и в общем здесь есть такое на тонком плане воздействия да но мы хотя сейчас про эрведу говорим но я все равно такой некий эзотерический контекст хотел бы внести в этот смысл потому что здесь очень важно понимать что мы не просто вот это физическое тело да у нас есть еще другие тела энергетические когда мы воздействуем энергетически на такие места третьего глаза то тоже могут быть разные изменения и в общем-то как считается даже в эрведе тоже считается что болезни они как правило начинаются не в физическом теле а в тонком теле да а потом они уже на физическое когда они на физическое тело перешли то это уже в общем уже довольно таки развитый этап болезни не заметить нельзя да это уже как бы когда не заметить нельзя так ну что у нас еще осталось есть процедур про которые мы говорили ну наверное всеми любимые русскими людьми парная комната да или сведана который тоже в общем уделяется я знаю что существует в эрведе в панчакарме есть локальная сведана да и есть сведана которая общая то есть вот то что наша парная да это как бы сведана которая воздействует на все тело да а есть еще локальное прогревание когда нужно воздействовать на определенные какие-то точки тела а не на все тело то есть это уже наверное индивидуальная такая процедура которую нужно с врачом согласовывать да совершенно верно просто есть люди которым нельзя пропаривать допустим у человека гипертония и ему прогревать все тело нельзя но есть показания тому чтобы делать эти процедуры локально тогда с помощью трубочки влажным паром то есть трубочка присоединяется к кипящей кастрюльке но они там есть свои своя посуда для этого и вот этим влажным паром обрабатываются ну только например болезненные суставы эти области чтобы голову не трогать там верхнюю часть тела не затрагивать обрабатываются только вот те места которые с которого нам нужно вывести токсины вот да сведана обязательная процедура потому что мы сейчас себя маслом со всех сторон напитали изнутри и снаружи и теперь нам нужно помочь вот этим жировым молекулам которые в масле собрали все токсины на себя мы их должны немножко как бы чтобы они немножко подтаяли чтобы их легче было вывести они выходят через пот и также через вот эти внутренние внутренние очищения ЖКТ вот поэтому сведана обязательно сопровождается ну обязательно после подготовительного этапа проводится перед непосредственным очищением общая как вы сказали и вот это локально также иногда баню могут заменить на горячую ванну то есть могут сделать раствор с лекарствами теплую ванну посадить туда пациента поливать его горячей водой чтобы он таким образом пропотел это также избегает позволяет нам избежать излишнего нагрева всего тела и в частности головы там где-то нам не очень хорошо ну вообще надо сказать что в аэрведе и в процедурах панчерма много таких процедур которые связаны с нагреванием например те же самые басти да когда ставится локально и колодцы из теста и наливается туда теплое масло которое в общем-то тоже приводит баланс наверное основная задача это сбалансировать вату дошу ну и также воздействовать на какие-то больные органы которые у нас которые нужно локально полечить да на нервные центры на круг вот на колени я знаю на позвоночник особенно если вот есть какие-то проблемы вот радикулиты по-моему так лечат если какие-то есть проблемы в области поясницы то можно мы когда обучались в иерудической клинике мы друг на друге экспериментировали на самом деле это очень приятная процедура когда тебе ставят ну сначала так несколько ощущения странноватые да когда на тебе ты являешься такой подставкой для теста да на тебе делают такой колодец из теста а потом туда масло но потом это очень приятно очень действительно вам делали кстати какие-то басти да да как раз на область поясницы чем хороша басти ну вообще вот эта процедура ванночка она воздействует на нервную систему ну через вот этот нервный центр ее делают на поясницу не только ради того чтобы поясничные боли убрать там боли в тазу а также пролечиваются очень хорошо все внутренние органы все то что связано с гинекологией очень хорошо с этим работают басти их накладывают на область сердца иногда в некоторых клиниках их накладывают на низ живота можно на воротниковую зону в общем то достаточно распространенная очень быстродействующая процедура ну и что у нас еще осталось по списку о том о чем мы не поговорили наверное мешочки да массаж мешочки да это тоже очень популярная процедура я думаю многие они ну слышали видели может быть какие-то картинки когда в мешочке закладывается специальный состав он также индивидуально подбирается эти мешочки смачиваются ну есть два вида мешочков сейчас про одни расскажу они для того чтобы вывести токсины и мешочками этими простукивается все тело вот такие мешочки прогреваются в масле то есть состав там самый разный в частности это может быть лимон куркума ну вот что то такое которое способствует выведению токсинов они разогреваются в горячем масле и все тело простукивается аккуратно от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног прогревается простукивается очень хорошее после него ощущение ощущение легкости во всем теле как правило эта процедура делается до очистки ну входит в этап промасливания вот а есть аналогичная тоже массаж мешочками но там мешочки наполняются рисом специальным очень питательным который сварен в молоке с добавлением также ну лекарственных трав самых разных и вот эти мешочками ими уже не простукивают а ими мягко поглаживают все тело и тело становится окутанным вот этой мягкой рисовой кашей и если кожа у нас не в тонусе если мышечная система ослабла если вообще организм ослаблены то это очень хорошее питание для всего тела вот такие два вида массажей мешочками очень популярны ну и практически делаются они в каждой панчикарные тоже по конституции их назначают ну вообще надо наверное сказать еще дополнительно что очень много вот именно процедур которые побочно имеют такой косметический эффект а потому что кожа конечно невероятная становится эластичная упругая такая как вот как мы говорим да у нас принято говорить как у младенца кожа то есть она становится вот явное оздоровление кожи морщины все разглаживаются все становятся волосы улучшаются даже седина пропадает я знаю в некоторых случаях бывают такие моменты кстати вот китайцы даже считают что когда у людей седина то это показатель нездоровья хотя ну тут можно наверное поспорить но я слышала такое мнение вот в китайской медицине считается что и чем больше седых волос чем раньше она появляется тем больше показателей как раз к каким-то проблемам в организме вот ну и наверное еще делаются даже если в косметических целях наверное какие-то аэровидические маски делаются да которые питают кожу из из каких-то трав да из пасты еще наверное можно упомянуть такую процедуру как у Двардхана да которая тоже это специальный массаж больше с пастой и с фито порошками которые наносят на на все тело и мягко втирают вам делали такое тоже да конечно поскольку у меня сбросить лишний вес одна из ну задач не самая приоритетная но я ее называю приятным побочным эффектом потому что ну это происходит само собой как только выравнивается метаболизм мне как раз обьянгу масляный массаж назначают только в самом начале одну-две процедуры а потом процедур семь у Двардхана от этого порошкового массажа это не самая скажем так расслабляющая процедура не заснешь в общем-то на ней но спать нам и не нужно во время процедур нам желательно расслабиться но при этом быть осознанным не засыпать масло сначала промасливается тело теплым маслом массируют а потом по этому маслу горячим порошком начинаются растирания и вот все тело на протяжении 45 минут или часа растирают 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 кожа становится ну эффект пилинга наверное мы все знаем да какой он какая после него кожа кожа гладкая нежная очень мягкая на ощупь этот эффект очень долго сохраняется ну конечно весь подкожный метаболизм хорошо работает жировой слой уменьшается ну там масса приятных моментах ну и очень приятно после такой процедуры после цикла там из семи процедур становиться на весы результат будет заметен ну насколько я понимаю еще очень хорошо лимфатическую систему оживляет да и приводит вообще лимбу потому что у нас очень часто бывает в организме именно застой лимфатической жидкости да и как раз у Двардена она дает такую возможность вот особенно людей которые есть проблемы с лишним весом у них такие такие проблемы наблюдаются весьма часто поэтому здесь тоже это все таки вот вот так вот полезно но я ничего не забыла или может быть есть что то еще добавить вот именно по процедурам да по по регламенту это основные процедуры которые делаются на все тело помимо этого есть огромное количество процедур которые делаются локально это всевозможные компрессы на больные суставы всевозможные пасты отдельные примасленные примочки горячие компрессы из масла отдельные пасты и ну отдельные пасты на голову с охлаждающей природой чтобы успокоить нервную систему отдельно массаж лица отдельно массаж ног по показаниям отдельно процедуры с ушами когда делаются такие как бы курительные ну как повоскуривание когда специальный состав в нем смачивается ткань высушивается в трубочку сворачивается вставляется вот такая трубочка в ушко и поджигается и вот дым который образуется сгорание вот этих трах он лечебный особенно при последствиях атотитов ну очень хорошие процедуры то есть дальше мы уже лечим то есть основу мы немножко пролечили и какие-то наши местные показания что у нас где болит мы еще с ними работаем отдельно вот ну по такому это все сразу становится понятно что как минимум месяц нужен по-хорошему да за две недели в общем-то особенно если мой армедический преподаватель говорил что вот у вас заболевание оно в вашем теле допустим развивается несколько лет вы что думаете оно у вас за три дня уйдет вот хотя бы нужно там по ну отдавать месяц на каждый год развития заболеваний тогда можно ожидать каких-то результатов потому что это действительно ну это действительно правда потому что конечно у нас же не в один ну естественно если у нас какие-то травмы да они могут в один день случиться но как правило все происходит по нарастающей да и нужно в общем ну может быть не такое же время но достаточное время нужно для того чтобы все это ушло понятно поэтому конечно нужно для того чтобы сохранять свое здоровье молодость и красоту на это нужно это большая работа вот что можно сказать и она и очень много конечно нужно этому времени уделять это не просто так вот пошел косметологу сделал масочку и все у тебя красота и здоровье потому что это большой комплекс и очень часто проблемы те же самые с кожей они могут быть вызваны отнюдь не тем что у нас там какая-то кожа плохая у нас может быть плохой обмен веществ у нас может быть плохое пищеварение да или изобретение нервной системы и вот тебе как следствие будут и плохие волосы и плохая кожа и в общем масса всяких других проблем вот ну вот как бы кратко наверное мы осветили все все процедуры которые входят в инчикарму точнее не все процедуры ну как бы основные процедуры которые входят в инчикарму и теперь конечно хотелось бы поговорить о том что что а есть ли жизнь после инчикармы да есть конечно и очень удивительная жизнь полная радости и удовольствия ну опять же все зависит от нас есть такие люди которые предпочитают ничего в своей жизни не менять ну допустим раз в год съездить на панчикарму тем самым поддерживать свое здоровье да не давая болезням развиваться ну это такой консервативный метод а если более осознанно относиться к себе то конечно же хотелось бы чтобы мы по чуть-чуть может быть не все сразу но привносили полезные привычки в свою жизнь после панчикармы не надо все сразу нам тяжело радикально изменить свою жизнь свой привычный образ жизни питания активности стресса на работе мы тоже не можем сразу одномоментно отменить надо это делать постепенно небольшими шагами и хорошо будет если мы вернувшись домой с панчикарма одну-две полезных привычек внедрим в свою жизнь это может быть та же йога по утрам или по вечерам ну как если не получается два раза в день то хотя бы один раз в день пусть она будет не час пусть она будет 10 минут на каждый день пусть она будет ну совсем немножко может быть несколько кругов приветствия солнцу этого достаточно либо просто суставная гимнастика либо дыхательные техники проноямы то есть немножко но пусть это войдет в нашу привычку вот либо это пусть будет правильное питание как правило находясь в клинике на панчикарме мы здесь в основном питаемся по-вегетариански но возвращаясь домой ну мы также возвращаемся и к мясу если мы едим мясо то здесь как правило врачи дают рекомендации сколько для нашего организма полезно того или иного продукта стараться тоже этого придерживаться потом существуют очень простые диетические рекомендации по аюрведе мы сейчас о них не будем говорить потому что это отдельная тема не маленькая но тем не менее придерживаться по максимуму вот того образа ну того питания которое которому мы привыкли здесь в клинике придерживаться распорядка дня хотя бы в части сна мы все прекрасно понимаем что залог здоровья это здоровый сон здоровая пища и физические нагрузки умеренные очень важно ложиться спать ну спать ночью скажем так ложиться в десять в одиннадцать вечером вставать в шесть семь утра ну там плюс-минус по конституции не быть ночными жителями вот эти простые рекомендации если мы будем соблюдать то уже результаты панчакарма нам удастся надолго сохранить нужно не забывать еще о том что на восстановление после панчакарма тоже уйдет какое-то время мы об этом говорили но желательно месяца два до трех месяцев стараться себя беречь прежде всего не окунаться в стрессы стрессы будут возникать мы все живем в социуме и решаем какие-то вопросы связанные с нашей работой с семьями но стараться эмоционально во все это не вовлекаться а ну делать дело но при этом не зависать во всем этом либо делать какие-то практики на то чтобы ум освободить и очистить там та же дыхать та же пранаяма минут пять десять перед сном поможет нам успокоить нервную систему эти в общем-то не хитрые совсем рекомендации позволят нам долго быть здоровыми и возможно нам не придется больше ездить на какие кончикармы а спокойно жить в свое удовольствие я хотела вот задать вопрос я очень часто со своими клиентами сталкиваюсь с такой проблемой когда мы говорим вот как раз о сне да мне вот очень интересно ваше мнение что как бы с точки зрения аюрведы действительно необходим ранний уход ко сну и ранний подъем да и вот и а мне человек говорит а я сова я вот сова и я мне вообще у меня вся вся рабочая активность там по ночам и я вот вообще не могу и утром даже проблема не в том что люди утром не могут встать да они лечь не могут пораньше на самом деле ну в силу силу там определенного ритма жизни да они утром все равно хоть как-то они встают да потому что или надо на работу или нужно с детьми заниматься или что-то делать не все свободные художники не все находятся в каком-то таком режиме творчества да и поэтому и в итоге настроение ужасное люди себя чувствуют очень плохо то есть у них все валится из рук как правило огромный букет каких-то заболеваний неврологического плана или то есть расстройство нервной системы наблюдается сразу потому что расстройство сло оно ведет за собой расстройство нервной системы и вот мне интересно ваше мнение как вы считаете можно ли людей которые себя считают совами да перестроить на вот этот режим и вообще и вот это обусловлено ли вот это понятие как сова или жаворонок или все-таки это мы себе сами такие вот мысли формы такие паттерны заложили да ими оправдываем свое поведение в первую очередь в аюрведе нет насилия если человек вот у него уже сформировался такой образ жизни его не нужно ломать ему самому и самому человеку не нужно себя ломать потому что это вызовет еще больше стресс еще больше дискомфорт если уже есть такое желание перейти в из отцов в жаворонки то лучше это делать постепенно там регулировать время на 15 минут да его передвигать время пробуждения и время отхода ко сну что касается сов и жаворонков ну да у нас есть у каждого индивидуальная своя конституция общие рекомендации жить в ритмах природы то есть солнце встает и мы встаем потому что все живое в это время встает ну и в животном мире есть ночные животные также среди людей я думаю есть те кто родились так назовем их совами но надо понимать это действительно сова вот тут в детстве человек был совой не тогда когда ему пришлось рано вставать ну или наоборот поздно вставать поздно ложиться мне кажется что у большинства современных сов вот эта привычка поздно ложиться поздно встать она сформированная она не естественная изначально для них это просто уже привычный образ жизни но поскольку если это не влияет на здоровье никак ради бога пусть человек живет в таком режиме если начинает из этого здоровья страдать то постепенно я бы старалась бы перестроиться если бы казалось такой ситуации потому что сбиваются у нас есть определенные циклы активности для ваты для питы и капли когда они во время своей активности они не тем заняты наши дожи то страдают наши какие-то функциональные процессы в организме ну например мы знаем прекрасно что вата это человек чаще всего худенький худенький тонкокосный но представим себе вату которая не спит по ночам у нее ночная работа она не спит по ночам и ведет малоподвижный образ жизни и ест предположим булки скорее всего такой человек у него будет за 100 приносить все процессы он не сможет нормально функционировать он может быть очень-очень крупным при этом потому что не работают все системы как только вот такого человека вернуть нормальный режим сна и бодрствования у него скорее всего все нормализуется по здоровью потому что ночью у нас формируются все наши гормоны ночью пита работает с нашей гормональной системой если мы ночью не спим то пита начинает переваривать пищу если ее нет мы начинаем чувствовать голод ночью ну тут такие биологические законы но опять же возвращаясь к тому что нельзя прийти в одночасье сказать так все теперь я живу по аюрведе и начать себя после этого ненавидеть нет-нет нужно мягко к себе относиться любить себя прежде всего я читала однажды статью такого достаточно популярного автора пишущего о ведических законах да Ольги Валяевой но она довольно популярный психолог скажем восточного толка и она как раз писала о режиме дня что у нее с мужем у них ушло два года на то чтобы перестроиться нормально по режиму и комфортно вставать вот именно ложиться рано и вставать рано то есть это надо понимать я не случайно этот пример привожу сейчас потому что надо понимать что действительно в одночасье это сделать невозможно опять же учитывая свою собственную конституцию да и кому-то нужно действительно чуть больше времени на сон кому-то нужно меньше но очень важно все таки я как правило говорю своим клиентам что попробуйте не раньше вставать а раньше ложиться это все таки наиболее важный момент потому что тогда встать будет гораздо легче ну встать то вы все равно встаете и будильник вас разводит а вот попробуйте хотя бы немножко сдвигать время ухода ко сну это намного более стабилитирует нервную систему вот ну еще какие есть рекомендации на то что у нас жизнь после панчи кармы что еще а что что мы можем так сказать из тех процедур которые вы получаете мы получаем в клинике да привнести в наш распорядок дня какие-то вещи можем ли мы дома применять да для того чтобы сохранять здоровье то есть если если мы осознанные при условии конечно да вот и хотим как можно дольше оставаться молодыми прекрасными да конечно можем есть ну я уже упоминала есть капли капли в глаза в нос и уши так же как мы почистили зубы прополоскали горло вычистили язык закапали капли ну там специальные капли для всего закапали эти капли мы тем самым предотвращаем и ухудшение зрения и ухудшение слуха и все проблемы связанные с носом ежедневная процедура это очень серьезная профилактика самомассаж масляный для тех ну у кого нет противопоказания ну большинство нет каждый день конечно мы не будем это делать у нас нет на это время но если мы будем делать раз в неделю себе масляный массаж погрели масло нанесли его на кожу побыли немножко в нем может быть поделали какую-то зарядку в этом же состоянии потом обязательно под теплым душем либо в теплой ванне это все смыли это очень хорошо будет поддерживать вату и будет предотвращать все заболевания сустава и проблемы с пищеварением из основных процедур но дальше есть какие-то процедуры перед сном но они уже не такие не такие обязательные в частности маслом ноги помазать или на лоб немножко нанести для качества сна но это не всем нужно это тем у кого со сном проблемы ну и очень простые рекомендации стараться не есть на ночь чтобы как минимум два с половиной три часа было между ужином и отходом ко сну стараться не пропускать приемы пищи а все-таки есть тогда когда мы привыкли тогда когда у нас есть голод не мешать еду и питье то есть во время еды запивать а час до час после стараться и не пить ну и по возможности есть свежую пищу только что приготовленную не из холодильника не полуфабрикаты не замороженные то есть такие такая пища она не будет давать токсинов если вот мы ее только что приготовили из хороших продуктов я имею ввиду из тех продуктов которые в природе существуют не то что сделано в химической промышленности вот тогда у нас не будут образовываться токсины и не будет страдать наше тело ну вот если очень коротко то примерно вот так вот а там уже дальше нужно смотреть нюансы а какие то есть рекомендации именно по питанию то есть общие именно после панчекармы ну или это уже все-таки индивидуальная такая процедура да вот еще сейчас весьма популярны всякие чистки да то есть тут люди делают себя эклизмятся чистятся по марве агонян голодают да то есть масса всяких разных есть информации по этому поводу чисткой печени по адресу морису ну вообще огромное количество процедур какие то из них там особенно если мы здоровы то возможно это все очень хорошо на нас сказывается да да и вот мы приехали после панчекармы такие все чистые здоровые все-таки что какого режима что именно по питанию то есть тут у нас на завтрак должна быть каша например да либо мы должны какой-то супчик ну я не знаю что мы должны вот все-таки какого режима питания надо придерживаться желательно первые три месяца придерживаться вегетарианского потому что скорее всего вам из клиники сделают назначение по препаратам которые нужно продолжать пить после панчекармы у нас панчекарма она не закончилась она еще месяца три и организм будет продолжать очищение поэтому желательно вегетарианское если ну по возможности если мы едим мясо то стараться есть его не чаще раза в неделю стараться отдавать предпочтение белому мясу а не красному и домашнему естественно не промышленному вот что касается общих рекомендаций по тому что мы должны есть мы на завтрак нам очень хорошо будут любые зерновые каши желательно их чередовать пусть они будут самые разные они должны быть приготовленными для кого-то они с молоком допустим для ваты их можно приготовить с добавлением молока для пиццы с добавлением ги для капхи без масла просто сваренные на воде и не сильно разваренные кашам к этим можно добавлять сухофрукты можно добавлять немножко мед уже в горячую кашу готовую я имею ввиду можно добавлять орешки сухофрукты и орешки лучше предварительно замачивать тогда они легче усваиваются ну в общем то вот это основной полноценный завтрак при желании можно добавить тушеных овощей либо ну вот что-то из овощей приготовленное кашу можно сделать не сладкую а ее приготовить с овощами специи обязательно должны участвовать специи любые в принципе любые специи улучшают наше пищеварение так что можно выбирать те которые нам нравятся разнообразить их как мы хотим смешивать экспериментировать во время обеда у нас период наивысшей активности питы и пита сильна для того чтобы сводить тяжелые продукты поэтому в обед мы едим обязательно белки не только белок то есть мы едим также и углеводы это и овощи и крупы но белки желательно есть днем если человек не ест мясо то это должно быть обязательно бобовые если человек ест мясо ну как раз хорошее время для того чтобы его скушать это обед и на ужин ужин должен быть легким потому что уже нам не нужно столько энергии больше у ужина функция очищения чтобы кишечник начал готовиться ко сну и до сна чтобы все переварилось идеально овощные супчики либо просто вареные тушеные овощи часто люди задают вопрос а вот я приезжаю домой с работы поздно вечером и у меня не так уж много до сна что мне делать ну вот здесь да такая рекомендация ну либо овощей либо если уж очень хочется чего-то сладкого запечь яблоко его можно запечь с какими-то сухофруктами будет такой сладкий десерт но он быстро усвоится и человек ляжет ну не ляжет с тяжестью в животе спать во время перекусов у нас между завтраком обедом и ужином там есть еще какие-то перекусы в это время ну в теплое время года можно поесть сезонные фрукты или овощи сырые желательно в первой половине дня вечером лучше не есть ничего сырого вот если мы вот прям что-то очень любим вредное но не можем никак от этого отказаться пусть вот это вредное будет как раз в перекус чтобы оно не мешало основному приему то есть основной прием пищи все-таки здоровый а если нам хочется не знаю капучино стирамису пусть это будет второй завтрак часов в одиннадцать ну вот примерно потому что мы не сразу придем к здоровым привычкам вот ну если в целом то вот примерно такие рекомендации один из моих профессоров аэроведы у которых я училась здесь в сша он однажды на лекции заметил такой момент отметил что в индии очень мало употребляется свежих овощей в пищу и в связи с этим очень много проблем со здоровьем у людей возникает потому что у них недостаточное количество клетчатки а вот мне интересно конечно мнение вас и как специалиста по аэроведе да и как человек который вот сейчас проходит панчакарму вообще как нам вводить вот эти вот иметь нужно ли нам настолько нам важно вводить вот эти свежие овощи в наш рацион да именно ну мы сейчас уже поняли что это лучше всего делать в обед потому что если мы питаемся салатами то лучше всего усваиваться салаты именно в обед но вот сейчас допустим популярно такое направление как зеленые коктейли наверняка слышали его да и вот люди туда прямо конкретно такую такая знаете как прививка буст такой всяких разных зелени особенно листовой зелени шпинаты салаты оругла все это туда кладется да и вот это вот употребляется насколько вообще вот с точки зрения аюрведы это правильно или неправильно и как нам нужно вот это вот все таки взвешенное найти решение да для тебя мне кажется зеленый коктейль будет очень хорошо вот как раз на второй завтрак напитать себя вот такими витаминами что касается свежих овощей ну в сезон да их можно делать свежие салатики лучше в обед лучше заправить немножко растительным маслом и добавить специи свежие овощи и фрукты они очень сильно повышают вату и провоцируют газообразование в животе запор ну много таких не очень хороших последствий и с ними очень сложно справляться нашему агне поэтому их все таки лучше приготовить в Индии на самом деле не едят их мало их достаточно много просто их действительно не едят сырыми ну как-то у них не принято они особые фрукты не любят и овощи не любят но мне кажется основная проблема у них не из-за этого а из-за обилия риса из-за того что много едят на ночь ну в общем там тут надо целостно целостно рассматривать этот вопрос вот я бы не сказала что овощи это вот основная наша пища и кто-то из моих учителей говорил что вроде бы на стенах гуджаратского университета где-то там написано что фрукты и овощи это вообще не еда а еда это только крупы ну возможно да здесь примерно такое же отношение они помогают перевариванию то есть они помогают усвоить они помогают всей нашей перистальтике да там есть правильные нужные нам питательные вещества но все-таки это не основа рациона немножко добавлять можно ну первой половине дня свежие пожалуйста во второй половине дня лучше приготовленные ну если если уже так мы немножко углубимся да в эруидические понятия о приеме пищи да но те же фрукты они считаются уже приготовленной пищей особенно зрелые фрукты и они не считаются сырой едой потому что они были все что приготовлено да оно должно быть подверзано некому энергетическому воздействию а солнце когда у нас воздействует на фрукты оно как раз приготовляет его поэтому очень важно именно спелые максимально спелые вот там например те же самые бананы нужно подождать потому что как правило они пока они к нам приедут когда они к нам приезжают они еще не дозрелые нужно подождать на какого-то момента когда они уже приготовятся да вот они дойдут до состояния как бы того чтобы они были легко переваренные вот потому что очень много к сожалению в современной пищевой индустрии продуктов даже тех же самых овощей и фруктов для того чтобы их донести до покупателя они просто не в кондиции именно такой когда мы вот у бабушки в огороде пришли яблочко с дерева сняли а не кислое не будем есть вот именно в таком состоянии эти фрукты собираются и потом пока они доходят до покупателя не всегда возревают это надо всегда учитывать ну дорогая Томила я вам безумно благодарна вот за этот цикл который у нас получился по панчикарме аэровидической клинике я думаю что наши радиослушатели очень оценили вообще ту информацию с которой вы с нами поделились ну и в заключение мне хотелось бы конечно от вас услышать какие какой-нибудь напутствие может быть какой-нибудь лайфхак такой аэровидический которого наверняка у вас много уже за годы практики чтобы вы нам что-нибудь такое пожелали дали нам какое-нибудь напутствие лайфхаков наверное я бы не сказала что много я считаю что у нас у всех есть очень хорошие шансы быть здоровыми и нам для этого на самом деле не нужно чего-то много делать чего-то много знать слушайте себя будьте к себе внимательны любите себя берегите кушайте вкусно и в удовольствие тогда вы не будете болеть спасибо огромное я надеюсь мы с вами не прощаемся надолго и вы к нам еще придете и я уверена что у вас есть чем поделиться еще с нами у меня кстати вот еще вопрос я все забывала вас спросить по поводу йоги занимаетесь ли вы йогой в клинике потому что вот это вот очень интересно на самом деле есть ли какая-то двигательная активность во время панчи кармы вообще что что для вас вот там есть какие-то рекомендации потому что все таки тело находится в стрессе под воздействием такого большого количества процедур и какая практика физической активности нужна в этот момент и нужна ли вообще нужна конечно потому что она помогает также выведению токсинов и разжиганию правильного огня и улучшению метаболизма но во время подготовки к очищающим процедурам в частности к веречине во время самих очищающих процедур когда организм ослаблен нужно себя беречь и не заниматься йогой потому что организм и так очень много ресурсов затратит все остальное время пока мы только приехали в клинику мы занимаемся йогой и потом после после самих завершающих процедур для меня лично 9 дней не было йоги потому что была снихапана потом сведана потом веречина йогой нельзя было заниматься со вчерашнего дня я вернулась в нормальный режим и у меня йога два раза в день утром и вечером это очень правильная йога это йога терапия прежде всего это работа с суставами суставная гимнастика никаких сложных асан никаких нагрузок все в таком очень щадящем режиме для организма спасибо большое еще раз вам удачного прохождения панчикармы дорогие друзья если вы заинтересовались информацией по панчикарме пожалуйста обращайтесь к Тамилия у нее есть замечательная группа в социальных сетях в фейсбуке аюрведа каждый день и там есть огромное количество информации полезной прямые включения с панчикармы с рецептами с картинками все можно увидеть и также у Томилы можно узнать более подробно о клинике да стоимости процедур о том как попасть вот в клинику именно надежно она вас с огромной радостью проконсультирует она нам обещала что всех будет консультировать кто к ней будет обращаться так что дорогие друзья и я надеюсь что мы опять же не прощаемся еще в скором времени мы с Томилой что-нибудь придумаем обязательно какой-нибудь эфир интересный вот и я ей желаю прекрасно закончить панчикарму оздоровиться и приехать уже в Россию как бы в новом абсолютно состоянии духа и настроений спасибо огромное и до новых встреч спасибо большое до новых встреч до свидания до свидания у Ferguson до новых встреч под SCREEN